Всем привет! Сегодня хочу сделать творожный крем-сыр, крем-чиз. Делать я его буду из обычных продуктов, которые есть в нашем магазине. Я взяла кефир 2,5% и сливки. На самом деле можно делать из разных миксов. Можно взять кефир со сметаной, можно взять просто кефир, можно смешать с йогуртом, с греческим. Все будет очень вкусно. Мой кефир 2,5% жирности. Если ваш будет 3,2%, будет еще намного вкуснее. Кефир я свой заморозила в морозильной камере. Но единственная моя ошибка в том, что я не учла, что вот так он кудряво у меня застынет. И его проблематично будет снимать. Но я думаю, что, приложив усилия, все равно мне это получится. Возьму вот такую вот емкость, сито с плотной тканью. Сооружу вот такую конструкцию. Можно взять марлю в несколько слоев, можно просто плотную ткань. Вот так, раздену наш кефир. И так, из-за того, что он у меня вот так вот кудряво застыл, конечно, не очень удобно, но все-таки я думаю, что-то... Да нет, я думала, что уже будет. О, нормально снялся. И сливки. Ой, сливки уже у меня подтаивают. Так, вот все. Мы выложили наш кефир и сливки. И так, в таком состоянии я их оставлю, пускай они тают. Сыворотка отделится, и дальше покажу, что буду делать. Вот на ночь я уберу в холодильник. А завтра покажу, что у меня получилось. Накрою. Накрою пищевой пленкой, чтобы лишние запахи не попадали, ненужные. Чтобы никакие вкрапления у нас не были. И вот так, в таком состоянии я вот это все оставлю. До завтра. Ну вот, прошли сутки. Вытащила наш кефир из холодильника. Вот, что у меня получилось. Вся сыворотка отделилась, и осталась вот такая вот нежная масса. Сейчас вот сколько сыворотки. Сыворотку можно не выливать, ее можно использовать для выпечки. Переложу это все в миску. Я хочу взбить ее блендером, чтобы масса была более нежная. Если вы хотите делать торт, то можно добавить сахар, ванильный сахар. Можно добавить сгущенное молоко. Будет очень вкусно. И использовать для любых тортов, капкейков и всего прочего. А я хочу сделать массу для бутербродов. Вот такой объем у меня получился из двух пакетов. Пакета кефира и пакета сливок. Добавлю сюда немножко соли, чесночка, зелени. И будет замечательная творожная масса. Сливочная, нежная, для бутербродов. Если добавить сюда еще сверху бутерброда кусочек помидорки, будет очень вкусно. Ну вот такая нежная масса получилась. Прям идеально гладкая. Добавила я сюда зелени, чесночка. Сейчас буду делать наши бутерброды. Можно будет пробовать. Вот бутербродики готовы. Идеальный перекус, идеальный завтрак готов. Делайте, пробуйте. Очень вкусно. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова